теперь что касается портов на сегодняшний день мы используем пока 3 переходника под 3 объектива объектив SEL18-200 который идет в штатной комплектации для камер FS700 и FS100 соответственно для них существует переходник специальный выглядит он вот таким вот образом это под стандартный объектив если вы решили взять примерно такой же стандартный объектив выпускает компания Sony с сервоприводом с электронным зумом то есть соответственно вы берете переходник уже под этот объектив и совершенно спокойно с ним работаете значит электронный зум доступен для этих видеокамер с учетом прошивки то есть если вы купили видеокамеру Sony в стандартной комплектации ее необходимо будет прошить более современной прошивкой то есть вышедший буквально в прошлом году при этом у вас начинает работать электронный зум в данном случае здесь на буксе установлен переходник под объектив SEL1018 значит объектив SEL1018 имеет широкий очень широкий угол съемки и обратный зум для управления зумом существует вот такое вот магнитное кольцо то есть это кольцо поместили в очень маленький в очень маленькое расстояние которое находится между непосредственно портом и самим боксом здесь всего 25 мм поэтому здесь вот такое вот стоит колечко то есть вы соответственно управляете кольцо магнитное то есть механической связи нету перекрутить этот объектив который стоит на камере то есть повредить там стеклянный порт или повредить объектив не получится магнитное кольцо просто начнет проскальзив значит далее что еще по управлению значит теперь рассмотрим горячие клавиши управления на данном боксе значит это вам позволяет здесь на данном боксе управлять значит включение и выключение бокса происходит на задней панели кнопочка включения и выключения значит дальше соответственно кнопка включения и выключения камеры происходит на пульте то есть вы сначала должны запустить бокс а потом уже запустить камеру значит для съемки сделана кнопочка REC выглянная красным цветом соответственно единичное нажатие включения то есть второе нажатие выключения Дальше, соответственно, здесь вы можете переключать дисплеи, вы можете переключать автоматический фокус и ручной фокус. Следующий пультик, который у нас находится с левой стороны, это пультик, так называемый пульт Assign. Есть функции, которые предустановлены на этой камере Assign 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эти функции по умолчанию заданы в камере, вы их можете по своему усмотрению менять, там на каждую функцию предусмотрено несколько количеств функций, то есть вы их можете изменять. Соответственно, каждая кнопочка 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответствует тем шести кнопкам, которые стоят на видеокамере. То есть, позволяю вам назначить любую из этих кнопок любую функцию, хоть все назначить эти кнопки одной и той же функции. Это как вам будет удобно. Значит, что еще касается управления. Здесь, на задней панели, кроме включения и выключения бокса, существует еще три клавиш управления встроенным монитором, то есть вы можете войти в меню монитора, изменить яркость, контрастность, цветность там и прочее все на самом мониторе. Это как, в принципе, и на более младшей модели серии PS. Значит, ниже находится пульт управления меню, то есть вы можете как зайти в меню вашей видеокамеры выполнить любую функцию, доступную из этой самой менюшки. Для того, чтобы вызвать сам профайл, да, то есть существует вот эта кнопочка. То есть вызвали профайл, дальше по меню хвейте. Значит, следующую еще здесь на панельке внутри стоят два светодиода, которые говорят вам здесь о, соответственно, функции записи, то есть бывают такие случаи, когда вам не совсем, скажем так, видно экран, неудобно, да, то есть вы видите обязательно яркий светодиод под водой, то есть не обязательно смотреть в экран. Хотя на самом экране служебная информация обязательно отображать со всеми функциями, которые встроены в самом бокс.